Музей космонавтики в небольшом селе Шоршеллы на родине Андриана Николаева известен всем. Сюда часто приезжают гости со всей страны. Юблейный год не стал исключением. Для гостей подготовили и новый экспонат. Это любимая песня космонавта номер три. Рассказывают, что он всегда с удовольствием пел ее и теперь она слышна каждый раз, когда вспоминают Андриана Николаева. В памятные даты здесь всегда многолюдно. Я присутствовал и на открытии музея в свое время. Мы здесь приезжали большой-большой делегацией. Помню, здесь фотографии на крылечке. И сейчас вот смотрю, как разросся вот этот яблоневый парк, как вот аллея, посаженная руками космонавтов, почетных гостей, как разрастается. И сейчас вот видите, аллея космонавтов с фотографиями, новые экспонаты здесь. И хотелось бы музею пожелать дальнейшего развития. Чувашского «Сокола» космонавта называют своим учителем. Он не только одним из первых совершил полет и установил несколько рекордов. Он был наставником молодых. Валерий Корзун рассказывает, что в статусе заместителя начальника Центра подготовки космонавтов Андриан Григорьевич был как отец. Конечно, мы на него смотрели, несмотря на то, что он был маленького, ростом и большого, мы на него смотрели снизу вверх. И мы были удивлены тому, насколько он просто ко всему относился. Он нас сопровождал и руководил нами не как начальник подчиненными, а как мама детьми. То есть он так спокойно, доброжелательно. Он все это организовал, но мы, конечно, слушали, открыв рот, когда мы стали знакомиться с его биографией. Это удивительно. Удивителен его полет. Ведь в то время он был всего третьим космонавтом в России. Но каждый полет этих людей, я имею в виду Гагарин, Титов, Николаев, Попович и последующие, первый отряд буквально, у них каждый полет это был какой-то рекорд. Елена Березная, дочь звездного брата Николаева, Павла Поповича, рассказывает, что день встречи помнит, как сейчас. Она единственная попала на трибуну Мавзолея, когда Николаева и Поповича приветствовала вся страна. Мы были обычной семьей. И наша семья, и Андрей Григорьевич тоже был обычный человек, которого никто не знал. Понимаете, проходит три дня, и вдруг весь мир говорит о них. По телевизору их показывают. Понимаете, такое внимание к ним. Для меня, естественно, для ребенка это просто был шок. Когда нас, мы же должны были встретить их сначала в аэропорту, в Нуково, для этого такой специальный помост поставили. Нас все ходили, не поверите, мы же все бедные были. Естественно, не могли же нас поставить на Мавзоле и так, да. Мы все были красиво очень одеты. И мы встречали их. Подъезжает птица, такой лайнер огромный, дорожка красивая. И вот они идут вдвоем. Молодые, красивые. Я прямо вот перед глазами они у меня стоят. Благодаря полету Андреяна Николаева о маленьком селе в Чувашии узнала вся планета. Космонавт номер три показал дорогу в космос молодым. Сейчас идет отбор. У нас очередной отбор в отряд космонавтов. И много заявлений, мы не успеваем их обрабатывать. И мы даже продлили сейчас набор до сентября месяца. Но очень приятно, что молодые люди хотят стремяться работать в космосе. Почетные гости на празднике, посвященном Андреяну Николаеву, воспитанники отрядов юных космонавтов. Алексей Михайлов учится в Шоршельской средней школе. Я получил медаль юного гагаринца. Я хочу стать моделистом-конструктором летательных моделей. Я занимаюсь авиамоделированием. К этой дате в музее выставили новый экспонат ГАЗ-2410. Эту машину Андреан Григорьевич купил в 1990 году. Сегодня в Шоршелах радиолюбители Чувашии установили связь с радиолюбителями Болгарии. Для этого использовали специальный позывной, посвященный 55-летию полета Андреяна Николаева. Татьяна Молокова, Анастасия Алангина, Александр Петров, Республика.